У меня такое предчувствие, что скоро всё кончится. Эта война, нам её не пережить. Никому. Это так... жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всём мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать... Почувствовать себя живой. Ты коснись ко мне. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим Аня ранением мы ещё не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава Богу. Ну что же вы? Идите, идите. Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучится, не успеешь. Иди сюда, доченька. Не смотри. Не смотри. Что там, папа? Кого повезли? Не видно тебе? Ничего. Да разве поймёшь. Вроде из восьмого. Ты не смотри только. Точно, из восьмого. Семецкого. Юрка. А где мама? Куда её увезли? Ванна от дороги уже пошла. Ааааа. Эй, кто-нибудь! Эй! Что теперь делать? Что делать, доктор? Что делать, что делать? Не стойте на проходе. Не стойте на проходе. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше. Измерение температуры каждый час. Проба крови каждые три часа. Не задерживайтесь. Гарантин в зону. Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Давай пройдёмся по фаршу. Он же практически устрачивается. Безыскодного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертность составила 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в лёгкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается. А в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это всё значит? Это не простой вирус, а боевой. Изменённый таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения. А затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Ещё до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас? Через столько лет? Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указания опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил. Из прошлого. Внимание, где находится. Встреча с запахом. Столкновенность комедия высоты. По сомнению с сомнением. Вдруг кто-то из них что-то измечают. Пожарение. Перестрирование. Попечайте. Пожарение. Разойдите! Встреча с запахом. Встреча с запахом. Пожарение. Читарная контрабанта. Пожарение. Пожарение. Словое доказание. Не мельче. Наразойтись. Отвободение. Вы! Да, вы! Проходите! Вы это-то вон! Все парни горят! Стойте! Не меня пропустите! Вы здоровы! Пропустите меня! Пропустите меня! Разойдите, телевизор! Выпустите меня! Выпустите меня! Выпустите меня! Садитесь! Подожди! Проходите, проходите, здесь нельзя! Мы не делаем! Вот вы! Я верюселю! А, может быть, я верюселю. Артём, я здесь! Рад, очень рад, Артём, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот тёмный и впрянь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идём! Вы поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно! Там инсулина, она же не выживет без него. Купите ещё, нельзя туда. Как же мы купим, если всё там осталось? Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры ходили. Люди Корбута явно не ожидали пулемётного огня. Ну и что? Товар весь остался? Защитить станцию консейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Не можем. Начальник запретил довояснение. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Артём, путь нам предстоит не близкий. Так что пополни боеприпасы и запас фильтров. Кто знает, когда ещё удастся. В общем, мужики повезло нам, что тут рейнджеры оказались. А чё они вообще в бой пошли? Им что до нас, что до беженцев этих, дела никакого. И я не пойму, в чём их интерес. Ни контракта с ними не заключал никто. Даже на словах не обещали ничего. На что они рассчитывали? Да ни на что. Работа у них такая. Рейнджеры поля со самого начала занимались такими вещами. Места у тебя мало. Мины отлично перекрывают торговые пути конкурентов. Эй, рейнджер, нужны патроны? Лучшая картечь делается в Ганзе. Бери, и окупятся. Самый выгодный патрон, точно тебе говорю. Подходи, рейнджер. Какие такие? С красными дрова. Что-то я не слышал. Да нет, свои пиздецы. Есть даже беда. Погоди, рейнджер, погоди. Есть отличные образцы. Спартанцев эти. Лучшее оружие для туннелей, рейнджер. Удачи в бизнесе, рейнджер. Подходи, гранаты. Такого не у вас в спарте нет. Обрати внимание, Артём, какие средства Ганз забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать не имеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Удачи в тоннелях, рейнджер.